Шабад шалом, дорогие братья и сестры! Меня зовут Олег Щепанский, и сегодня я хочу вам рассказать об одном из служений нашей общины. Это служение домашних групп. Как нам известно из книги Деяний, что во время первоапостольской церкви верующие собирались по домам, где преломляли хлеб, принимали пищу, хвалили Бога, и Господь прилагал спасаемых в церковь. Спасибо Тебе, Боже, что к Тебе единому душа наша рвется Господь, к Богу крепкого, к Богу сильного, Боже. Параллельные домашние группы – это общины, община наша. И у нас также есть домашние группы, на которых мы в простоте и веселье славим Господа, изучаем Его Слово, молимся друг за друга и нужды общины, празднуем праздники Господни, принимаем участие в жизни друг друга, выезжаем на пикники, и Бог отвечает на наши молитвы. Прежде чем мы начнем служение, я хочу засвидетельствовать о том, как Господь ответил на наши молитвы. На прошлом служении мы с вами молились о том, что у моей сестры было подозрение на рак груди. И великая слава Господа в том, что пришли результаты анализов биопсии, и Бог великий и могущественный прославился, и диагноз онкологии, диагноз рак груди, он просто не подтвердился. Однажды мы остались без церкви, мы перестали туда ходить, был бунт, большие обиды, но остались братья в домашней группе, которые молились за нас, которые поддерживали, общались с нами. И благодаря им, благодаря их молитвам мы вышли из того тупика, в который мы зашли. И когда я нуждался в работе, в хорошей работе, чтобы она была стабильна и был хороший доход, и, конечно же, мы молились на домашней группе об этом. И Бог мне дал очень хорошего бригадира, который, он православный верующий, и у него очень хорошие отношения к своим работникам. И особенно, зная того, что у меня дети, он для меня особенно находит хорошие заказы, оплачиваемые такие, объемные. И он мне научил делать монтаж гипсокартоном. И я стал, конечно, немного больше зарабатывать, и у меня стабильность появилась. И сейчас еще появился хороший прораб, который тоже верующий, и мы начинаем рабочий день свой с молитвой. Мы здесь собрались в три группы. Кому что поможет? Это пока три. За детьми, посиди быстрее. Скоро нас будет, я думаю, гораздо больше, с Божьей помощью. Да. И хочу, как бы, как раз мы вместе, хочу поблагодарить наших драгоценных возлюбленных людей, братьев, сестер, которые ведут группы наши. И для чего я попросил их выйти сюда? Потому что мы созидаем общину. Бог поставил нас в свет Мессии для того, чтобы мы созидали его тело в этой общине. И поэтому для нас, как участников служения домашних групп, важно знать, кто занимается параллельными группами. Потому что, если вы знаете, что, к примеру, кто-то из людей, есть человек, который пришел в общину или ходит в общину, хочет стать частью этого служения, то можно подойти к Оле, которое, центр города, у нее ближе к центру города, на Чкалово, Большая Арнаутская, 16. И Александр, он на поселке Котовск. Славьте Его, ибо Он благ, ибо милость Господня вовек. Славьте Его, ибо Он благ, ибо милость Иршуа вовек. Что же такое домашняя группа? Домашняя группа – это семья. Домашняя группа – это не просто семья. Это семья внутри большой семьи, внутри общины. И наша община, она состоит из таких семей, из таких домашних групп. И если вы хотите стать частью этого служения, если вы хотите приносить плод в Царстве Божьем, исполнять его волю, если вы хотите, чтобы наша община созидалась, мы приглашаем вас стать участниками этого служения. Наши дома и наши сердца открыты для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok